Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу проверить, как работают приложения для кошек. Будут ли в них играть мои кошки. Так, набираем для кошек. Ну вот, наверное, мышь на экране посмотрим. Мышь на экране. Устанавливаем. Пошла установка. Так, набираем открыть. Так вот, значит, да? Ну что, попробуем. Так, как эту хрень пропустить? Вот такое вот приложение. Кажется, кот залип. Продолжение следует... Продолжение следует... Попробуем вертикально планшет поставить. Продолжение следует... 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 Ну вот вам и сайт. Вот информация о планшете. Ну давайте попробуем обновить систему, но это наверное нереально уже. То есть если у вас хороший, мощный, достаточно. Планшет, но у него Android 4. Даже кошки с ним играть уже не вариант, не то что им пользоваться. Попробую обновить, если получится, продолжение видео будет. В принципе приложение подтестить нихрена не удалось. Давайте попробуем просто в интернете найти. Например муха бегает по экрану без всякого приложения. Не, ну если я включу YouTube, меня же забанят за то, что я показываю другой канал на YouTube. Надо что-то другое искать. Сейчас подумаю. Вот нашел еще одно приложение, наверное клевое. Но тут сразу написали. Давайте своему коту новый планшет покупайте специально. А на старом игра поддерживаться не будет. Ну не дебила. Пробуем установить вот такую вот игрушку. Экран змеи. Пробуем. 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 настройки какие-то. Так, не будем здесь ничего не менять, нажмем Show Snake, показать змею. Ничего. Ну понятно, показал. Пробуем приложение убить тараканов на Android 4. Ну, видите, не все такие тупые приложения это покатило. Ну, вот его и проверим на котах. То есть, если у вас старенький планшет, можете установить еще приложение убить тараканов. Может коту будет интересно. Ну, хоть заинтересовался кот, но сразу пошел. По-моему, даже лучше приложение, чем для кошек какие-то выдуманные. Вот я самому можно нервы успокоить, уровни проходить. И кот заинтересован не хуже, чем от мышки. Так. 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 Кот просто завис, что-то там соображает. Продолжение следует... Скажи, сам хозяин, играй в эту фигню. Теперь посмотрим, как будет кошка реагировать на мышь. Так. Кошка запрыгнула на диван, но на мышь смотрит. Но кошки вообще охотницы, в отличие от котов, такие более интересные. Вот. Нормально играет. Котёнок бы, наверное, вообще пищал от восторга. Также проверяет, не заползла ли мышь за планшет. Так. 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 Теперь попробуем положить планшет на пол. Так, с мышью все понятно. Сейчас попробуем игру с тараканами, которые не для кошек, а для людей сделал. Чтобы синяга пройдешь уровень. Таракана зажрать сразу хочет. Убил одного даже, молодец. Таракан 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 Продолжение следует... 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 Ну, горизонтально, видать, ей не так... Интересно, сейчас вертикально опять планшет поставлю... Продолжение следует... 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 В общем, кошка так надолго может залипать. Сейчас посмотрим, что со стеклом. Вот, и так смотрим, что со стеклом на планшете после того, как кот поиграет. Но ничего страшного не произошло. Есть какие-то, конечно, то ли коцки, то ли я его вытер, плохо протер, но, скорее всего, немного кот по коцу. Но это нормально. Вы должны понимать, что, отдавая миграции свой планшет коту, он будет примерно в таком вот состоянии. Всем спасибо за просмотр.